Последствия столкновения автобуса «Богдан» с КРАЗом хорошо видны на этих фотографиях с места аварии. 5 декабря в 7 часов вечера около села Меньковка Артёмовского района автобус, в котором бойцы батальона имени Кульчицкого направляли в зону боевых действий на ротацию, столкнулись с грузовым автомобилем КРАЗ. Предварительная версия столкновения – сложные погодные условия. В результате аварии погибли 12 бойцов, 22 получили травмы разной степени тяжести. Как рассказали медики в Харькове, все пострадавшие молодые ребята до 30 лет. Четверо из них находятся в состоянии медикаментозного сна. Из ДТП, которое произошло по Донецкому, к нам поступило в общей сложности 17 человек. Из них 2 человека в областную больницу поступили. И 15 человек поступило к нам. Из них четверо тяжелые, находятся сейчас в отделении реанимации у нас. Остальные в средней степени тяжести. Опасения за жизнь кого-то из ребят есть? Нет, пока за жизнь опасения из тех, которые к нам прибыли, не вызывают никто. Чтобы помочь пострадавшим, волонтеры бросили клич донорам. И уже утром к станции переливания крови в Харькове потянулись добровольцы. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы к нам пришли люди, срезу с отрицательной группой крови. Потому что она более дефицитна. Есть определенные запасы, их хватит на 2, на 3, на 4 дня. Мы не знаем, какая будет потребность. Поэтому ставку мы делаем на таких людей. Мне хочется помочь тем, чем я в состоянии помочь. Каких-то больших сумм, что-то купить или так далее. Волонтерством заниматься у меня, к сожалению, немного времени. Поэтому я хочу помочь тем, чем я в состоянии помочь. В госпитале говорят, они обеспечены всем необходимым и кровью также. Но волонтеры продолжают мониторить ситуацию. Их задание на данное время – связь с родными погибших и раненых. В течение суток, я думаю, что родственники пока не собираются. Потому что будет решаться, очевидно, военными медиками вопрос об эвакуации. Может быть, им не нужно будет ехать в Харьков, а нужно будет ехать в Киев, в какие-то другие регионы. Сегодня к вечеру в Харьковский госпиталь должны привезти еще четверых пострадавших нацгвардейцев, которым также нужна помощь квалифицированных специалистов. Наталья Белокудри, Андрей Домово, агентство телевидения новости.